Предоставить план реконструкции и полного переоснащения. Такое поручение дал в Рио главы Северной Осетии Министерство здравоохранения касательно Центра пульмонологии в Фиагдоне. Сергей Миняйло сегодня посетил медучреждение, пообщался с пациентами и выяснил, в чем в первую очередь нуждается центр. Георгий Запаров расскажет подробнее. Пульмонологический центр в Фиагдоне построили в 1976 году. Он стал вторым после Санкт-Петербургского в Советском Союзе. На тот момент пульмонология, как направление медицины, только зародилась. Место выбрали не случайно. На высоте 1400 метров над уровнем моря надпочечники человека самостоятельно начинают вырабатывать кислород. Сами медики считают климатические условия уникальными. Сейчас в центре лечат бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, альвеолит и заболевания практически всего пульмонологического профиля. Среди пациентов есть те, кто обращается в центр не первый раз. Луиза Салтыханова из Чеченской Республики. Говорит, при обострении астмы только в Фиагдоне может дышать нормально. Я приезжаю сюда, мне буквально через несколько дней уже намного лучше становится. Я вообще дышать не могу, задыхаюсь. А когда сюда, я вот как сейчас говорить не могу. Сейчас уже я на выписку иду, мне уже намного лучше. Знающие свою работу, хорошие работники. Была бы моя возможность, я бы всех отблагодарила бы. Сегодня медучреждение посетил в Рио главы республики Сергей Миняйло. Руководитель региона в первую очередь зашел к пациентам. Интересовался их здоровьем, питанием, условиями содержания, качеством и даже схемой лечения. Курс лечения какой? Курс лечения у него заканчивается. Ну, стандартный курс антибактериальной терапии, гормональной терапии по стандартам. По словам Сергея Миняйло, работу нужно построить так, чтобы после лечения пациенты здесь же проходили реабилитацию. Он поручил в течение месяца разработать программу развития пульмонологии, учитывая расходы на капитальный ремонт и оборудование. Аппарат КТ, место для установки есть для аппарата КТ? Есть. Специалисты будут? Специалисты есть у нас. Есть. Да, уже есть. Что еще необходимо, кроме КТ и рентгенаппарата? УЗИ-аппарат нужен диагностический. УЗИ-аппарат. Хорошо. Что еще? Ну, в принципе, так, по крупному оборудованию еще лучше. Руководитель региона отметил, природные условия в Феокдоне уникальны. Теперь нужно поднять качество медицинской помощи на новый уровень. Георгий Запаров, Алан Суанов. Новости Осетии.